МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. Деньги любят счет. Руководитель профильного министерства отчиталась об исполнении бюджета. Чтобы в доме стало комфортно, в Чебоксарах продолжается программа капитального ремонта жилья. Незабытое ремесло. В Чебоксарах открылась выставка мастеров гончарного дела. Обеспечить людей достойными зарплатами, повысить качество образования и здравоохранения, модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это приоритетные задачи майских указов президента страны. На их реализацию из консолидированного бюджета Чуваши направлено более 10 миллиардов рублей. И работа эта продолжается, одолжила сегодня министр финансов Светлана Янилина на заседании Кабинета министров. Собственные доходы республики выросли. Предпринятые в текущем году меры обеспечили дополнительные поступления в размере 1 миллиарда рублей, подчеркнула министр финансов. По темпу роста собственных доходов среди субъектов Приворска и Федерального округа Чуваши подняла с 13-го места в 2011 году на 4-е место в 13-м. Темп роста налоговых доходов в консолидированном бюджете республики в текущем году сохраняется на уровне среднего значения по субъектам Приворска и Федерального округа. Республика занимает 5-е место. В целях дальнейшего увеличения собственных доходов необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы. Это сократить задолженные республиканские и местные бюджеты по налогам и арендным плате за использование государственного муниципального имущества и земельных ресурсов. Несмотря на то, что задолженность по арендной плате в Чувашии снижается, все же абсолютное значение сохраняется на высоком уровне и составляет 482 миллиона рублей. Кроме того, налоговики фиксируют много нарушений в части своевременности и полноты перечисления в бюджет НДФЛ. А это значит, что предпринимательское сообщество по-прежнему использует серые схемы выплат зарплат. Поставить барьер противоправным действиям, усилить контроль за исполнением законов. Такую задачу ставит перед собой правительство. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чубаксарах продолжают реализовывать программу капитального ремонта домов. До конца года необходимо завершить работы по 19 адресам. Как зданиям советского прошлого придают новое дыхание, сегодня увидели мои коллеги. Этот жилой дом был построен полвека назад. Его старожилы говорят, что за многие годы здесь проводили только плановый ремонт. Меняли проводку и красили стены. За все это время крыша здания прохудилась. Жильцы верхних этажей рассказывают, что во время обильных дождей в их квартирах настоящий потоп. Ведро поставил, тазик поставил. И это выливало еще раз. Сильно текло, в общем. Где? В углу, кухне и зале. Ой, мычелось то ремонт. Потом ремонт делали так же. Сейчас нет. Хорошо. Но заливало очень. Прям вообще невозможно было. Заливало. Очень. Невозможно жить. Все. Тазики ставили. Специалисты исследовали кровлю и сделали вывод. Ее необходимо полностью менять. Из-за дождей на шифере появились большие трещины. Демонтировать старый материал рабочие начали две недели назад. Но отремонтировать крышу они обещают. Даже раньше намеченного срока. Уже через два дня. Ремонт крыши здесь проводят поэтапно. Сначала меняют перегнившие деревянные перекрытия. А уже потом меняют саму кровлю. Здесь вместо старого шифера укладывают более прочный профнастил. Такой материал прослужит около 50 лет. Всего же в этом году в столице республики капитального ремонта дождутся более 30 домов. Где-то поменяют кровлю, где-то коммуникации, а где-то лифты. Какие работы необходимо провести определяют сами жильцы. Но в Чебоксарах еще остались дома, которые требуют комплексного ремонта. Программой определяется необходимый вид работы. Выявляются непосредственно и жилы инспекцией, и управляющими компаниями. Какой вид работы необходимо произвести в данном доме. Допустим, Гагарина 12. Там было необходимо и обшить балконы, заменить металлическую конструкцию, и фасадную часть, и кровлю. Сделали постепенно. Сначала прошли аукционы по балконам. Потом сейчас ведется ремонт фасада и кровли. В следующем году муниципальная программа капитального ремонта продолжится. В Чебоксарах на очереди еще почти 40 домов. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Осень. Традиционная пора работы над посланием главы республики Государственному совету Чуваши. В этом документе будут обозначены главные направления работы правительства в будущем 2015 году. В подготовке послания участвуют, как правило, все неравнодушные люди, вне зависимости от статуса. Что волнует в первую очередь жители республики, на что они хотят обратить внимание? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа на улицах города. В этом послании, я думаю, надо обратить внимание. Конечно, очень хорошие дороги, но в сельских местностях не все еще дороги приведены в порядок. Мне кажется, вот на это надо обратить внимание. И, конечно же, не забывать о том, что социальные программы для нас это очень важно, для наших детей, для наших внуков. Я думаю, обратить внимание нужно на молодежь. Также не забыть про пенсионеров. Я думаю, прежде всего, на экономическую ситуацию. Думаю, что глава республики правильную политику проводит, когда хочет возродить сельское хозяйство. Ну и думается, чтобы побольше дали простору, как сказать, частным предпринимателям, особенно на селе. Самая главная проблема в том, что у нас это не только даже экономическая, а даже демографическая проблема. У нас дороги неплохие, но это в центре и главные улицы. А если во двор зайти, в машины вот так, по колдобинам. Я вот живу в таком районе, в центре города, но у нас там дороги безобразные. Одни камни и грязь, особенно вот когда осенью, весной. Вот еще освещение тоже. Вот у нас там, ну в центре ГОЛГ, Болговещенский район, наверное, знаете, новый. Вот у нас переулочек, вечером идешь с правнуком, вообще темно очень. Социальная сфера и доступная среда. Можно улучшить сферу обслуживания населения. Ну, даже коммунальные хозяйства, ну, для квартирной услуги. Улучшить цены на жилье, во-первых. Во-вторых, решить проблему с парковочными местами для машин. Потом, ну, на образование, конечно, стоит обратить внимание. На развитие физкультуры, то есть спорта. В принципе, меня все устраивает. Республика продвигается хорошими темпами. Кругом новые строительства, можете обратить внимание. Наверное, больше зон для отдыха. Мало скамеек, мало урн. Вот такие вопросы. Свои предложения можно отправлять по адресу город Чебоксары, президентский бульвар, дом 10, или по электронной почте press0sobachka.ru С 10 по 20 ноября в Чувашии проходит республиканская акция «Дети и семья». Каждый неравнодушный может помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание в рамках акции уделяется детям-сиротам. Будет проведен ставший уже традиционным автокараван «Чувашия без сирот». Пройдут спортивные мероприятия для замещающих семей. Жители республики, которым необходима небезразлична судьба детей-сирот, смогут посетить детские дома, школы, интернаты в рамках Дни открытых дверей. Не оставят без внимания и семьи, желающие взять на воспитание ребенка. Для них Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции организует онлайн-консультации, проведет обучающие занятия в школе приемных родителей. Для родителей, у которых возникают проблемы с детьми, круглосуточно работает горячая линия. Вы можете обратиться за помощью по телефону 8-8352-5392-23. Сегодня свой 173-й день рождения празднует Сбербанк России. На традиционной пресс-конференции журналистам рассказали о том, какую банковскую политику здесь проводят, что думают по поводу развития новых направлений и как работают с клиентами. Сбербанк лидирует в обширном банковском сообществе. Спектр их услуг разнообразен. Во главу угла здесь ставятся интересы клиента. Различные виды оформления кредитов, вкладов, пенсионных накоплений, оказания услуг в режиме онлайн. Таким выглядит сегодня банк с многовековой историей. Я считаю, что с этим нужно поздравить не только нас, сотрудников банка, но я думаю, что и вообще это, и вас, и все население страны. Я на самом деле думаю, что Сбербанк – это по-настоящему национальное достояние. Ко дню рождения сотрудники подготовили фильм. Акцент сделали на своих преимуществах. Ну и, конечно же, не забыли о перспективах. Руководство делает ставку на долгосрочную работу с постоянными клиентами, внедрение современных форм обслуживания и расширение материально-технической базы на основе приобретения новейшего программного продукта. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Ремесло, которое когда-то казалось обыденным, сейчас снова занимает первые позиции в череде увлечений. Гончарное мастерство привлекает не только взрослых, но и детей. Строгая гармония керамики. По таким названиям в Доме народного творчества открылась выставка гончарного искусства. Представленные работы выполнены не только мастерами своего дела, но и начинающими творцами студии керамики «Золотой стек». Руководитель студии Олег Вьюнов обучает самому древнему виду творчества, постоянно создавая что-то новое. В старину, в Древней Руси, так же и в Китае, культивировалось чаепитие правильное. Липовый цвет, мята, шиповник заваривался в этом вот стакане внутри чайника. Когда чай свежий выпивался, сухое вещество выбрасывалось, чайник никогда не мылся. Считалось, что чайник должен пропитаться духом чая. И чай в таком заварочном чайнике становился все вкуснее с каждым годом. И в дальнейшем такие чайники передавались из поколения в поколение. Авторские работы мастера признают не только в нашей стране, но и за рубежом. Осваивать технику гончарного искусства он начал уже в детстве. И вот уже более 20 лет создает уникальные произведения из керамики, участвует в разных конкурсах и делится секретами их создания. Вот такие миски называются солила или плашки. Делаются внутрь с вогнутыми краями для того, чтобы, когда переносишь суп, борщ или еще что-то жидкое, чтобы не расплескалось. Эти края гасят колебания воды. Авторские куклы, изящные вазы, необыкновенные кувшины. Юные дыровани научились многому. Увидеть необычные работы керамистов можете и вы. Выставка продлится до 22 ноября. Евгения Егорова, Светлана Алекимова, Сергей Рябчиков. Республика. В Чебоксарах завершился межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Приволжского федерального округа». В конкурсе на гранд федеральной целевой программы «Культура России» приняли участие библиотекари из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Две номинации, два победителя. И ими стали представители Кировской и Пермской областей. Но проект по созданию библиоволонтерского движения «Лис», любители интересной сказки, представленной от Чувашской республики, не остался незамеченным. Он получил поощрительный приз как лучший проект по повышению качества библиотечных услуг детям и юношеству. На конкурсе также были отмечены проекты из республики Мордовия и Самарской области. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин